Воскресенье 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 Давайте вспомним, чему посвящена школа. Школа посвящена астрофизике высоких энергий или релятивистской астрофизике. Это означает, что вам будут рассказывать и уже рассказывают активно о экстремальных процессах, которые происходят в каких-то экстремальных условиях, в пределе релятивистских объектов. И вообще это означает, что такие процессы производят высокоэнергичные фотоны, среди прочих, и нам их надо как-то регистрировать. Почему мы вообще хотим их регистрировать? Потому что очень часто такие процессы никак не проявляют себя в других диапазонах. И понятно, что никакая чистая теория не может вам дать ответ, о том, что же там происходит на небе, и вам обязательно нужны какие-то наблюдательные данные, чтобы отсечь те или иные неправильные теории. Поэтому я буду рассказывать о том, как проводить... То есть моя лекция будет сегодня не о физических процессах в релятивистских объектах, а о чисто земной прикладной технике, как регистрировать рентгеновские гамма-патоны. Такую-то информацию вы про это уже знаете, вам рассказывали про это на прошлой школе, в Пущино. Но поскольку в этой школе у нас будут лабораторные работы, мы будем с вами работать с настоящими генетскими данными, поэтому я какие-то вещи повторю, какие-то расскажу более подробно. Я начну с этой картинки, которую вы видели уже очень много раз. Ее любят все лекторы, она красивая, я ее тоже люблю. Она показывает тот факт, хорошо демонстрирует, что один и тот же объект, в данном случае это наша галактика, в разных теопатонах длин волн выглядит совершенно по-разному. И если мы хотим понять, как этот объект работает как целое, то есть как целый организм, мы, конечно, должны его исследовать с разных сторон. И рентгеновское излучение в этом смысле ничем не хуже. И, конечно, мы должны его тоже регистрировать и анализировать. Вчера и сегодня Юрий вам показывал несколько изображений всего неба в рентгеновских лучах. И могло сложиться впечатление, что у нас не так много источников на небе рентгеновского излучения. На самом деле он вам показывал небо в жестких лучах, выше, может быть, 10-20 кВт. Там у нас и правда не так много ярких источников, но если вы возьмете хороший чувствительный рентгеновский телескоп и будете долго смотреть на все небо, то вы увидите, что на самом деле все небо покрыто рентгеновскими источниками. Их природа совершенно разная, и она, конечно, отличается от того, что мы видим с вами глазами в оптическом диапазоне. Так вот, цель рентгеновской астрономии как раз состоит в том, чтобы поставить эксперимент так, чтобы ответить на вопрос о природе излучения того или иного источника. Давайте начнем с такого исторического введения, о том, откуда мы вообще знаем про рентгеновское излучение, откуда оно взялось. Знаем мы про него с конца 19 века, когда Вильгельм Рентген ставил свои эксперименты с газоразрядной трубкой. Что такое газоразрядная трубка, я не знаю, знаете ли вы или нет. Это вакуумная трубка, есть катод, анод, приложено очень сильное напряжение, электроны с катода выбиваются, разгоняются напряжением, врезаются в анод и тормозятся, и поэтому излучают в рентгеновском диапазоне длин волн. Так вот, 8 ноября 1895 года, ну, как говорят, случайно, якобы, он открыл тот факт, что рентгеновские лучи проходят через непрозрачные элементы. Он закрыл свою трубку какой-то защитой, собирался уходить, но увидел, что фотобумага регистрирует какое-то излучение. Это был, конечно, шок для него и для всех, что, оказывается, какое-то излучение может проходить через непрозрачные элементы, через непрозрачные материалы. Природа этого излучения была совершенно непонятна, и он его назвал X-лучами, X-rays. Это так, как они сейчас называются во всём мире. В русской литературе это называется рентгеновские лучи. За своё открытие он получил в 1901 году Нобелевскую премию, и эта Нобелевская премия была первой в области физики. То есть он получил первую Нобелевскую премию по физике. Люди сразу начали играться с этим излучением. Тогда ещё не было известно, что оно не суперполезно для людей. Люди активно использовали его для того, чтобы как-то делать фотографии своих тел, например. И вот эта первая фотография в рентгеновских лучах — это рука жены рентгена с облучальным кольцом. Вот видно, что мягкие ткани очень хорошо проникают, рентгеновское излучение хорошо проникает через мягкие ткани. Не очень хорошо через кости и совсем плохо через тяжёлые металлы. Эту картинку вы тоже видели много раз, но я её тоже должен показать, потому что мы должны понимать, почему общая рентгеновская астрономия — это молодая область науки, область астрономии. Потому что наша атмосфера не пропускает рентгеновские лучи. Такие тяжёлые элементы, как азот, кислород, поглощают рентген в верхних слоях атмосферы, что, в принципе, очень хорошо для нас, потому что если бы рентген проходил, то жизни, может быть, и не было бы. Но, с другой стороны, это означает, что чтобы регистрировать рентген, нам нужны очень продвинутые технологии, которые позволяли бы нам выводить детектора на орбиту Земли. Такие технологии появились только в конце 40-х годов, в начале 50-х, с развитием ракетной техники, и поэтому регистрская астрономия — это одна из самых молодых областей вообще астрономии. Ну, как она начиналась? Начиналась она с немецких ракет V2. Вы знаете, что в конце войны, в середине 40-х, в конце 40-х наибольший успех в ракетных технологиях был у немцев. После окончания войны эти технологии попали как к американцам, так и в Советский Союз. И первые исследования Солнца, рентгена от Солнца, были сделаны еще на захваченных ракетах V2. Мы уже знали, мы уже ожидали рентгеновское излучение от Солнца, то есть достаточно было поставить простой счетчик Гейгера, что и было сделано на такие ракеты, и излучение от Солнца было зарегистрировано. И вообще в 50-х годах, в начале рентгеновской астрономии исследовалось только Солнце, потому что на самом деле только от него мы и ожидали зарегистрируют рентгеновское излучение. Технологии ракетные развивались, появлялись новые ракеты. Это поколение материологических американских ракет, Аэроби. Группа доктора Фридмана активно тоже ставила рентгеновские счетчики, гейгеровские счетчики на такие ракеты, запускала их и исследовали, опять в основном, они исследовали Солнце. Но кроме Солнца люди ожидали увидеть рентген от Луны. Просто ожидали увидеть отражение солнечного рентгена от Луны. Группа Риккардо Джакони, тоже используя те же самые ракеты, поставила эксперимент, чтобы зарегистрировать излучение рентгеновское от Луны. И они открыли очень неожиданный источник, на самом деле не в направлении на Солнце и не в направлении на Луну, они увидели очень мощный источник рентгеновского излучения, который шел из созвездия Скорпиона. И это стало первым открытием источника рентгеновского излучения вне Солнечной системы. Поскольку направление было на созвездии Скорпиона, то источник называется Скорпион Х1. В те времена источников было мало, поэтому их называли, и после этого их так было принято называть по названию созвездия, и давали просто порядковый номер Х1, Х2, Х3 и так далее. То есть первый рентгеновский источник в созвездии Скорпиона. Это было великое открытие, на самом деле очень неожиданное. И в 2002 году Рикардо Джакони дали еще одну Нобелевскую, не еще одну, а Нобелевскую премию за открытие первого рентгеновского источника вне Солнечной системы. После этого открытия развития рентгеновской астрономии пошло уже очень быстро. Стало понятно, что источников может быть очень много, и их начали открывать. Их начали открывать с очень разными свойствами. Например, вот это первый рентгеновский пульсар. То есть был найден источник с когерентными пульсациями с периодом около 5 секунд. Это уже Центавр Х3. Стало понятно, что источников очень много, они очень разные, и использовать ракеты просто очень неудобно, потому что ракета находится в космосе несколько минут, потом она падает, нужна новая ракета, это все дорого и неудобно. И встала задача о том, что пора запускать спутник, который был бы перманентно на орбите, и позволял бы нам много времени исследовать рентгеновские источники. Та же группа Риккардо Джакони предложила, сконструировала и запустила первую рентгеновскую обсерваторию на орбите Земли. Она называется Ухуру. Работала она в начале 70-х годов. И колоссальное достижение этой обсерватории это то, что они сделали первую карту всего неба в рентгеновских лучах. В то время они увидели 339 источников. Вот вы видите эту карту на галактических координатах, то есть здесь центр галактики. Вот видно, что наиболее размер кружка пропорционален просто яркости источника. То есть эти жирные кружки это яркие источники, они все находятся в плоскости галактики. И сейчас мы знаем, что это акрецирующие нейтронные звезды и черные дыры. А яркие они просто потому, что они близкие, они в нашей галактике. Здесь концентрация источников это Магеллановые облака, ну и плюс есть какое-то количество слабых источников, которые равномерно раскиданы по всему небу. Это активные ядра галактик. Как я сказал, все источники очень разные, они имеют разные свойства. И для того, чтобы их исследовать, нам нужны и приборы с разными характеристиками. Где-то нам нужно очень хорошо промерить спектр с хорошим разрешением, где-то мы хотим исследовать переменность пульсара или другого любого источника. И для этого нам нужна большая эффективная площадь. Поэтому все телескопы очень разные. Их было в 70-х годах запущено очень-очень много. И все они имели разные, поскольку они имели разные характеристики, то они специализировались на исследованиях и на открытиях разных физических эффектов в этих источниках. Так, ну как я сказал, астрофизика высоких энергий это какие-то экстремальные процессы. Сейчас я не буду останавливаться подробно на каждом из них, но просто перечислю и покажу какие-то картинки, которые можно получать с помощью рентгенских источников для конкретных физических процессов. То есть, во-первых, рентген — это очень высокие температуры, то есть это колоссальные температуры миллионы градусов, как вам Юрий уже показывал. Это огромные плотности, черные дыры, нейтронные звезды, это колоссальные магнитные поля, которые встречаются около нейтронных звезд, это скорости рельтивистские, например, в джетах, это огромные взрывы, такие как сверхновые или гамма-всплески. Начнём мы с самого близкого источника к нам, рентгеновского, это наше Солнце. На самом деле все звёзды являются источниками рентгеновского излучения. Какие-то сильнее, какие-то слабее, но тем не менее все звёзды какую-то часть своей энергии излучают в рентгеновском диапазоне. Остатки вспышек сверхновых. Сегодня у нас с вами будет лабораторная работа, мы будем исследовать вот эту вспышку в рентгеновском диапазоне. По данному афсерватории Чандра это вспышка сверхновой Тихо. Пульсары, вы про них уже всё знаете после сегодняшней лекции. Они видны как в радио, так и в рентгене. Скопление галактик. Тоже очень интересные объекты. Это наиболее крупные в нашей Вселенной гравитационно связанные объекты. Вот здесь показано изображение одного и того же объекта. Это скопление галактик Кома. В оптике, в оптическом диапазоне и в рентгене. Вы видите, насколько разные эти изображения. В оптике вы видите просто оптическое излучение от конкретных галактик. В рентгене вы видите огромное пятно, горячее, которое никак не напоминает вам распределение галактики. Связано это с тем, что в рентгене светит горячий газ, который просто покоится в глубокой потенциальной яме скопления. А здесь в оптике этот газ не светит. Поэтому, опять, чтобы исследовать физику какого-то объекта, вам нужно обязательно смотреть в разных диапазонах. Можно исследовать, как этот газ в скоплениях галактик взаимодействует, например, с активными ядрами галактик. Можно исследовать ударные волны, которые запускаются как раз джетами от галактик. И вот как раз эти джеты показаны здесь. Очень мощные, быстрые и энергичные истекания вещества из ядер-галактик. Ну и, конечно, то, что в основном вам будут рассказывать на этой школе, это аккрецирующие черные дыры и нейтронные звезды. Это наиболее яркие объекты и наиболее хорошо исследованные объекты в рентгеновском диапазоне, потому что находятся близко и очень яркие. Так, ну это было такое введение короткое. Теперь мы можем перейти непосредственно к теме лекции, то есть к регистрации и анализу рентгеновского и гамма-излучения. Вообще, что значит задетектировать рентгеновский фотон, рентгеновское излучение? Во-первых, мы его должны поглотить. Вот, летит фотон, мы его как-то регистрируем, поглощаем в детекторе. Что мы получаем? Мы получаем координату этого поглощения на детекторе. То есть уже две величины измеряемые, x и y. Мы измеряем количество поглощенной энергии. Ну и потом надеемся, что количество поглощенной энергии это соответствует первоначальной энергии фотона, потому что мы хотим еще и построить спектр. И, конечно, мы должны зарегистрировать время прихода фотона для того, чтобы делать какие-то временные анализы. То есть для каждого фотона, который мы регистрируем на орбите, телескопом, мы имеем четыре измеряемые величины. Это две координаты на детекторе, время прихода и энергия фотона. Вот у нас есть три темы, и на все три темы у нас с вами будут лабораторные работы сегодня, в четверг и в пятницу. Так, первая тема это как мы узнаем координаты, то есть мы хотим с вами как-то построить изображение рентгеновского неба. Ну давайте, как работает оптический телескоп, вы, конечно, знаете. Оптические фотоны отражаются от зеркала, вы их можете легко отражать, фокусировать, делать все, что угодно. Давайте в качестве аналогии к зеркалу возьмем, например, поверхность воды. Не очень хорошая аналогия, но тем не менее. Если вы кидаете что-то легкое на поверхность воды, то она отражается, этот предмет отражается от воды, от зеркала. Рентгеновские фотоны очень высокоэнергичны, то есть в каком-то смысле их можно считать тяжелыми. Что будет, если вы кинете тяжелый предмет на воду? Ну, произойдет что-то такое, вот бах и все. То есть оно не отразилось. Рентгеновские фотоны будут либо проходить насквозь зеркало, либо будут там просто поглощаться. Что же сделать, чтобы камень от воды отразить? Поскольку вы это знаете, то вы мне и ответьте. Да, давайте отразим. Причем мы так можем отразить очень даже большой булыжник. Чтобы отразить рентгеновский фотон от зеркала, нам нужно его запустить под очень маленьким углом к поверхности. Вот это выглядит так вот. То есть вы должны взять зеркало, поставить его почти параллельно к излучению, и тогда вы сможете отразить фотон. И такая технология называется зеркала косого падения. Так, под каким углом нам нужно ставить эти зеркала, из чего их делать? Понятно из этого графика. Это способность золота отражать фотоны разных энергий и под разными углами. Вот разные цвета показывают разные углы наклона зеркала к фотонам. А вот тут показана энергия. Значит, угол вообще, он пропорционален заряду и обратно пропорционален энергии фотона. То есть чем больше энергия фотона, тем хуже он будет отражаться. Это видно вот по этой зависимости. Но при этом, чем меньше угол вы возьмете, тем лучше он будет отражаться. То есть тут нам нужно найти какой-то баланс между углом. Почему вообще нам угол важен? Вот представьте, можно я возьму наш листик? Представьте, вы сделали такое большое зеркало, и в оптике какая ваша эффективная площадь будет? Вот площадь всего листа, она такая и будет. Эффективная площадь. Тут излучение идет, сколько перехватилось листиком, столько вы зарегистрировали. А в рентгеновском диапазоне вы сделали такое большое зеркало, вы сделали его из золота, ну не из золота, вы его покрыли золотом или платиной, оно очень большое, тяжелое, дорогое, и вы берете его в излучение и поставили его почти параллельно. Толку от такого зеркала уже практически нет. И конечно это обидно. То есть люди хотят, чтобы этот угол был как можно больше. Вот мы идем сюда, вот 0,4, полградуса, 1 градус. Чтобы была эффективность, эффективная площадь как можно больше. С другой стороны, чем больше угол, тем до меньших энергий мы можем фокусировать фотоны. Ну, нужно найти какой-то баланс, как я сказал, и сейчас действующие телескопы, такие как Чандр или XMM-Ньютон, они отражают под углом примерно полградуса, и поэтому эффективно они могут работать только до 10 кФ. Так, понятно. Из чего сделать мы знаем, как наклонить мы знаем. Теперь нам нужно сделать оптическую систему. Еще в 1951 году Ханс Вольтер показал, что он сделал три разные модели для оптической системы, для рентгеновской оптической системы, и показал, что можно рентген сфокусировать. И поскольку нас интересуют, конечно, как можно более короткие фокусные расстояния, потому что нам эти телескопы нужно запускать в космос, они не должны быть колоссально большими, то сейчас люди пользуются системой Вольтер первого типа. Ставится два зеркала, и после двукратного отражения потом приходит фокус, то есть на детектор. Теперь мы же не можем плоскую, нам нужно все лучи отразить в одну точку. Для этого зеркала первого типа делаются коническими, они почти цилиндрические, как мы сейчас выяснили, углы очень маленькие, но тем не менее, если его сделать цилиндрическим, то мы можем фотоны фокусировать в одной точке. Ну и то, что мы уже обсудили. Самая большая проблема рентгеновской астрономии это то, что собирающие площади, эффективная площадь телескопов очень-очень маленькая по сравнению с тем, что мы бы с вами имели в полной апертуре, например, в оптических телескопах. Ну, такой телескоп глупо запускать в космос. Он не соберет фотонов. Нам как-то нужно увеличить количество, нам как-то нужно увеличить собирающую площадь. Как это сделать? Да, правильно, вам про это уже рассказывали. Что-то помните. Надо взять и составить такую матрешку из большого количества одинаковых зеркал. Но даже в такой конструкции мы, конечно же, не наберем полную такую же площадь, как в полной апертуре. И поэтому главное отличие рентгеновской и гамма-астрономии оптической — это огромные экспозиции, которые необходимы для того, чтобы собрать какую-то разумную статистику. Если в оптической астрономии вам достаточно сотен секунд, минут наблюдений, то в рентгеновской астрономии типичные экспозиции — это дни или даже недель. Для каких-то задач это могут быть даже месяцы накопления сигнала. вот здесь все, что я сейчас рассказал, показано в виде фильма, то есть сравнивается полная апертура сначала с одним зеркалом рентгеновским и для многих зеркал мы можем фокусировать больше фотонов на детекторе. хорошо, так, как такие телескопы вообще делают и какая там есть проблема. Значит, когда у вас есть несколько зеркал, то вам нужно сделать так, чтобы все зеркала имели один фокус. Если у вас много зеркал, которые немножко сбиты друг относительно друга фокусы, то у вас фотоны от одного и того же источника, но от разных зеркал, будут постоянно приходить в разные места. И тем самым вы себе очень сильно испортите угловое разрешение телескопа. Поэтому их нужно очень хорошо свести. Но если у вас очень много таких зеркал вложены друг в друга, то понятно, что у вас не получится это сделать хорошо. Поэтому, как я уже вам говорил, у разных телескопов есть своя специфика. Какие-то обсерватории гонятся за большой собирающей площадью, какие-то гонятся, например, за хорошим угловым разрешением. Это телескоп Чандра. Это рекордсмен в рентгеновской астрономии по угловому разрешению. У него угловое разрешение полугловой секунды. То есть в принципе это уже не так плохо даже для оптической астрономии. Как этого достичь? Они выбрали всего четыре зеркала. Это, конечно, очень сильно понизило их эффективную площадь. Но зато они смогли их свести так хорошо, чтобы получить угловое разрешение. Занимались этим специалисты фирмы кодек и свою работу они сделали очень хорошо. Другие телескопы утверждают, что они хотят, например, исследовать быструю переменность. Для этого им нужно очень много фотонов получать в секунду и для этого им нужна большая собирающая площадь. Четыре зеркала их уже не устраивают. И это пример другого подхода. Это другая обсерватория XMM Ньютон, где собраны уже 58 зеркал. Конечно, свести в одну точку 58 зеркал уже невозможно, и угловое разрешение этого телескопа в 10 раз хуже. По-моему, около 6 угловых секунд. Но зато собирающая площадь у него гораздо лучше. А вообще как выглядит телескоп рентгенский? Он выглядит вот так. Это очень большая конструкция, потому что углы падения фотонов маленькие, и из-за этого фокальная длина очень большая. Для XMM Ньютона это примерно 7 метров. То есть это должен быть очень большой длинный телескоп, который выводится при помощи больших ракетоносителей. Давайте я вам напомню еще раз этот график. Сейчас телескопы фокусирующие работают, как я сказал, до 10 кф. И еще буквально несколько лет назад я бы сказал, что выше 10 кф уже начинается жесткий рентген, и нам нужны какие-то другие технологии для того, чтобы получить пространственное представление о излучении на небе. Но прогресс не стоит на месте. и в 2012 году была запущена другая обсерватория, называется Нью-Стар, которая уже умеет фокусировать фотоны до 80 кф. Добились они это тем, что они используют не просто однослойное покрытие из золота, например, или из платины, а они изобрели многослойные очень тонкие покрытия из материалов с разными свойствами. Чередующиеся пленки из очень тяжелого и очень легкого материалов. То есть для Нью-Стара это были выбраны платина, чередующаяся с карбидом кремния, и вольфранк, чередующийся с кремнием. Вот эта обсерватория. Зеркальные системы выглядят вот так. Здесь уже 133 зеркала в каждой сборке. Всего таких телескопов на борту стоит 2. И в принципе телескоп получился не очень большим, дешевым, и поэтому было принято решение, что его можно запускать недорогой ракетоносителем, а с самолета была запущена такая вот небольшая ракета, где находился этот телескоп обсерватория. И вот она была так запущена. Но мы говорим с вами про высокие энергии, про жесткий рентген, и углы падения там уже не полградуса, а по-моему 0,3 градуса. Фокусное расстояние в таком телескопе 10 метров, и телескоп вот в такую маленькую ракетку 10-метровую никак не влезет. Как-то нужно проблему было решать. Как бы вы такую проблему решили? ну как она доставит? Она только может сбить МКС такой ракетой. Сбить можно, но доставить. То есть вы явно не инженеры, вы теоретики. Правильно. Вот инженер. Так и было сделано. То есть была запущена компактная обсерватория, когда она была выведена на орбиту, 10-метровая мачта просто отодвинула зеркальную систему, и тем самым добилась нужного фокусного расстояния. При этом понятно, что когда вы переводите, перенаводите телескоп с источника на источник, система начинает дрожать, то есть жесткой, очень жесткой эту мачту сделать нельзя, и это тоже вам сильно загрубляет угловое разрешение, но здесь стоят лазеры, которые постоянно отслеживают движение зеркального модуля относительно детекторного. И уже постфактум, когда вы обрабатываете данные, вы можете скомпенсировать это движение, зная данные с этих лазерных трекеров. Вот так она выглядела до того, как мачта раздвинулась. То есть сейчас, 6 лет назад, мы можем сказать, что в принципе можем фокусировать излучение вплоть до 80КФ. Но всё равно нас интересует излучение не только до 80КФ, но и гораздо выше, вплоть до МЭВов и так далее. Вам про такие технологии вам рассказывали, но я не буду на них подробно останавливаться, но тем не менее всё-таки повторюсь. Фокусировка уже невозможна, выше стака сейчас, скажем. Что можно сделать, чтобы отсечь фотоны по направлениям? Например, можно использовать коллимирование. Ставится коллиматор, вот тут показан пример настоящего коллиматора, который просто ограничивает вам поле зрения. Что он делает? Он отбирает фотоны, которые идут именно с того направления, с которого вы хотите исследовать. Вот вы можете сами попробовать посмотреть через коллиматор, и вы видите, что в нескольких градусах от того направления, куда вы смотрите, вы уже ничего не видите, вы не знаете, что происходит вот там сбоку. Значит, фотоны с этого направления не попадают в ваш детектор. Это именно то, что вы хотели сделать. Конечно, эта техника не очень точная, потому что вы видите, все фотоны, которые приходят с поля зрения. Вы видите одновременно сигнал от источника, который вы исследуете, вы видите фон, и если там не один источник, а два близких источника, то вы их видите одновременно. Анализировать такие данные очень сложно. Как можно отсечь фон? Например, можно добавить к коллимированию качание, перенаведение постоянное. Вы смотрите 10 секунд на источник с фоном, а потом перенаводитесь и смотрите 10 секунд на фоновую площадку. Там, где источников нет, а есть только фон. Потом вы одно из другого вычитаете. эта техника работает, но она работает все равно конечно при каких-то предположениях. Во-первых, вы должны быть уверены, что в фоновой площадке нет никаких источников, иначе вы их просто вычтите из вашего источника, и у вас будет какой-то спектр одного источника минус другой источник. Вам нужно быть уверенным, что за время перенаведения у вас не меняется ни источник, ни фон, тем не менее это использовалось и используется сейчас на некоторых обсерваториях. И самый простой путь, грубо построить изображение неба, это, например, затмение, когда вы знаете положение вашего телескопа, вашего детектора, и вы используете какой-то предмет, который вам затмевает то, что вы хотите построить изображение. Я не знаю, насколько это интуитивно понятно, давайте попробуем аналогию придумать. Например, представьте, что вы не строите изображение вашими глазами, а все, что вы видите, это просто детектируете количество фотонов. а вы хотите узнать, что перед вами стоит машина с двумя фарами или мотоцикл. Вы можете за угол зайти, закрыть полностью машину, потом постепенно из него выходить. У вас будет скорой счета сначала ноль, потом, когда вы увидите первую фару, у вас будет резкий скачок. Поскольку вы знаете, где угол дома и где вы, значит, вы в этом направлении, то есть на карту, ставите то количество фотонов, которые вы увидели. Потом вы выходите дальше из-за угла, у вас скорой счета не меняется, значит, там ничего нет, и потом вы видите еще один скачок, который соответствует второй фаре. Так вы можете отличить машину от мотоцикла. Тут, конечно, опять очень много проблем. Например, вы должны быть уверены, что это вторая фара, а не первая фара стала просто ярче, что она не включила дальний свет и так далее. То есть это все грубые методы, как строить изображение неба. Более продвинутый метод это метод кодирующей апертуры. Про него я расскажу немножко подробнее, потому что на самом деле он важен сейчас не только для астрономии, он был изначально разработан для астрономии, но сейчас он перекочевал во многие сферы жизни, человека, он сейчас используется и в медицине, и в промышленности, и в проблемах безопасности, везде, где есть высокоэнергичное излучение, и вам нужно как-то понять, как оно распределено. Основное преимущество таких телескопов это то, что они одновременно могут наблюдать и источник, и фон, и при этом мы можем их легко разделить. конструкция показана здесь, что нам нужно, нам нужен позиционно-очувствительный детектор, то есть детектор, состоящий из независимых пикселей, и вы знаете, в какой из них пришел фотон, и маска, которая состоит из прозрачных и непрозрачных пикселей. Вот пример реального телескопа с кодирующей апертуры. Работает он очень просто. Два источника с разных направлений создают на детекторе разные уникальные тени. То есть у нас есть небо, мы на него смотрим через такую решетку, через маску, видим мы на детекторе тень от неба, и потом мы можем восстановить изображение и получить уже карту неба. Как это делается с точки зрения математики? С это то, что мы детектируем на детекторе, то есть это тениграмма, это просто свертка неба с маской плюс фон. Фон, как вы видите, вынесен за маску. Почему? Потому что мы считаем, что фон он плоский, а если что-то плоское освещает маску, то оно тени не создает, потому что разные пиксели детектора освещаются одним и тем же источником через разные открытые пиксели в маске. Но мы это с вами еще обсудим более подробно. После того, как мы имеем вот эту тень, мы можем с вами восстановить изображение, просто используя кросс-корреляцию тени и маски. Просто сдвигая направление, сдвигая маску по углу, как только мы находим хорошее совпадение, мы говорим, что это было направление на источник. Сами сделаете восстановление изображения, используя маску, это код, и сигнал на детекторе. Земля у нас детектор, вот у нас есть код отбрасывает тень, скажите мне, где источник. Источник наверху, и у вас ни у кого не возникло вопросов, где источник, но на самом деле что вы сделали, может быть, даже сами этого не осознавая, вы сделали кросс-корреляцию по углу между маской, то есть между котом, и тенью на детекторе, то есть на земле, и вы сразу определили, где находится точечный источник. А вот другая маска, ну точнее, такая же маска, хвостатая, но тени нету. Почему тени нету? Источника нету. Как? Источника нету, ну это же день. Источник много. Как? Источник много. Или он мало сверху. Источник нету. Коррекционный саняк. Не, ну почти, это снято не профессионалами с разными лампочками, а просто днём снято на улице. Правильно, да, тучи. Может быть, кто-то ещё сказал, тут такой голдёж стоит, я выцеплял именно неправильные ответы, и это было более интересно. Правильно, тучи. Почему тучи, во время, когда у нас тучи, у нас нету тени? Потому что, как я уже говорил, именно потому же, почему и фон, который плоский на небе, у нас не создаёт вклада в тень на детекторе. Потому что, когда источник, угловой размер источника значительно превышает угловой размер, типичный угловой размер маски, то он начинает освещать наш детектор с разных сторон. И кодирование сигнала пропадает, то есть тень пропадает на детекторе. То есть мы пришли сейчас с вами к одному из ограничений телескопов с кодирующей апертурой. Это то, что мы не можем исследовать протяжённые объекты. Мы можем исследовать только точечные объекты. И вот пример этого факта здесь показан. Значит, вот здесь показана картинка, которую вам уже показывал Юрий. Это карта неба по данным обсерватории релирекс ТЕ, PCA. Это просто коллиматорный прибор. Он собирает все фотоны в радиусе одного градуса и ставим их на карту. Вот если вы пройдёте всё небо и поставите все эти фотоны на карту, то вы увидите, что кроме точечных источников на небе есть ещё такая протяжённая область, протяжённое излучение, которое мы не можем разбить на отдельные источники. Это означает, что это диффузное излучение, протяжённое объект. Это называется галактический хребет нашей галактики, рентгеновский хребет нашей галактики. Так вот, если мы на это излучение посмотрим с телескопом с кодирующей апертурой, таким как интеграл ИБИС, например, то мы увидим совершенно другую картину. Мы увидим плоское изображение, такой синий дребезг, синий-чёрный, это просто фон, на который наложены яркие точечные объекты, потому что только они создают тень на детекторе. Никакого излучения от хребта галактики мы здесь не видим. Такое явное и серьёзное ограничение для телескопов с кодирующей апертуры. Они могут исследовать только точечные источники. Это пример настоящих кодирующих масок для двух телескопов с одной и той же обсерваторией, интеграл. Телескопы работают, эти два телескопа работают в очень разных диапазонах. Спектрометр СПИ работает выше 500 кФ до нескольких мФ. Фотоны там уже очень энергичные и легко проникают даже сквозь толстые материалы. Поэтому маска здесь очень толстая толщина 3 см. И на 1,5 мФ непрозрачность такой маски составляет примерно 94%. А вот маска другого телескопа телескоп ИБИС. Тут уже фотоны работают в более мягком диапазоне от 20 до 100 кФ. И здесь такая толстая маска не нужна. Здесь используется маска 16 мм, то есть в два раза тоньше. И здесь непрозрачность на 1,5 мм уже 70%. То есть понятно, что такую маску использовать на высоких энергиях нельзя, потому что фотоны просто начинают пробивать маску насквозь. Ну, как я уже сказал, эта технология сейчас востребована везде. Она используется и в медицине, и в промышленности, и еще много где. Так, мы с вами обсудили первую тему, то есть как задетектировать излучение и как построить изображение на небе, как понять, какая морфология у нашего излучения на небе. Теперь мы хотим, чтобы понять, какая физика у того или иного источника или излучения, нам нужно построить его спектр. Так что теперь давайте обсудим спектроскопию в рентгеновской астрономии. Вообще, что значит задетектировать фотон? Вот у нас фотон летит, это какая-то куча энергии, попадает в детектор, и нам нужно как-то перевести энергию этого фотона в то, что мы можем измерить. Измерить мы можем, например, количество электронов, которые выбьют этот фотон в материале детектора. Прилетает рентгеновский фотон, ионизует материал детектора, мы получаем свободные электроны, к детектору приложено какое-то напряжение, и эти электроны просто начинают двигаться, и мы начинаем мерить сигнал. И количество электронов пропорционально начальной энергии фотона, и поэтому сигнал, который мы измерим, он тоже пропорционален, как мы надеемся, пропорционален начальной энергии фотона. Как это работает в оптике? В оптике, ну вы знаете, это лучше меня, в оптике вы можете взять просто призму, грубо говоря, разложить ваше излучение в спектр, и сразу можно приступать к анализу спектров, потому что мы верим, что то, что вы видите в призме, вы видите и до призмы. Призма, она не очень сильно коверкает истинный первоначальный спектр излучения от вашего источника. в рентгеновской астрономии все не так просто, потому что рентгеновские телескопы и рентгеновские детектора, они на самом деле очень сложные конструкции, и фотоны, прежде чем быть поглощенными, то есть задетектированными, они могут испытывать какие-то взаимодействия с конструкцией телескопа и менять свою первоначальную энергию. И то, что мы задетектируем, это на самом деле какая-то видоизмененная энергия первоначального фотона. Вот пример того, что мы будем детектировать, если мы поставим моноэнергичный пучок перед рентгеновским телескопом, показано здесь. Это какой-то рентгеновский телескоп, и если мы запускаем на него фотоны с одной единственной энергией, 660 кэ, то увидим мы вот такое распределение. Какая-то часть фотонов будет зарегистрирована на более низких энергиях. И распределение вот такое называется матрицей отклика, матрица отклика детектора на первоначальный спектр. И вот такая картинка у нас получается для всех энергий. То есть, если мы построим именно матрицу, а не срез по одной энергии, то мы видим вот такую картину красивую. Что здесь показано? Что для каждого фотона, каждой энергии существует какая-то вероятность зарегистрировать его на всех вот этих энергиях. И вероятность это пропорционально просто цвету, который показан здесь. И это очень большая проблема рентгеновской астрономии. То есть, то, что вы измеряете, это на самом деле не то, что излучает источник. А это излучение источника, пройденное сквозь некий фильтр, причем этот фильтр вероятностный, с какой-то вероятностью эти фотоны начинают менять свою энергию. Это большая проблема. Как это выглядит с точки зрения математики. То есть, D от I. D это количество фотонов, которые вы детектируете, а I это номер энергетического канала, то есть, это энергия, которую вы зарегистрировали. Не та энергия, которая была у фотона, а которую вы зарегистрировали. Это экспозиция, а дальше стоит интеграл. Вот нас интересует S. Это истинный спектр источника. Чтобы получить то, что мы наблюдаем в данных, мы сворачиваем этот истинный спектр источника с матрицей отклика, которая переводит нам первоначальные энергии уже в канал энергетический, то есть, в то, что мы меряем. Здесь A это просто эффективная площадь, она тоже как-то зависит от энергии, но мы ее знаем, это для нас не проблема. Что же делать, как же нам понять, какой был спектр? То есть, просто инвертировать это уравнение нельзя, потому что матрица отклика это вероятностная функция. И мы получаем хороший пример некорректно поставленной задачи. Но, тем не менее, мы хотим узнать именно, как выглядит вот этот спектр. И в рентгеновской астрономии используется такая методика. Мы с вами будем ей пользоваться, кстати, на лабораторной работе. Что нужно сделать? Вы предполагаете изначально какую-то модель. то есть, вы берете и предполагаете, говорите, окей, допустим, вот, пускай мы наблюдаем активные дорогалактики. Вы говорите, пускай этот спектр описывается степенным законом с каким-то наклоном, фотонным индексом и нормировкой. Потом вы подставляете этот спектр сюда и считаете этот интеграл с какими-то параметрами. Вы первоначальные параметры дали руками наклон и нормировку и посчитали d от i, которое вы ожидаете увидеть для такого спектра. Потом вы сравниваете то, что вы получили в ваших расчетах с тем, что вы реально получили в наблюдениях. Считаете, например, х квадрат и говорите, что не похоже. Степенной закон с такими параметрами, с таким фотонным индексом и с такой нормировкой не похож на то, что мы получаем в данных. Тогда вы меняете ваши параметры, наклон, например, или нормировку, или то, и то, и считаете еще раз. Потом вы включаете процедуру минимизации, вы минимизируете х квадрат до тех пор, пока у вас не получится хорошая статистика, хороший х квадрат. Вот тут для простоты я привел это в виде такой диаграммы. То есть вы руками задаете модель, даете ей параметры, сворачиваете с матрицей отклика, которую мы знаем, потому что мы на самом деле все телескопы до того, как быть запущены на орбиту, они, конечно, калибруются. Сравниваете с данными, если совпадение плохое, то вы меняете параметры. И делаете так по кругу до тех пор, пока фит вас не удовлетворит. Тут важно понимать, что на самом деле решение будет не уникально, потому что что вы делаете, вы просто сравниваете х квадрата. И х квадраты вы можете получить хорошие как для черного тела, так и для степенного закона, если у вас не очень широкий диапазон энергии. И понятно, что глупо говорить про какую-то температуру излучения для активного ядра галактики. Поэтому этой процедурой нужно пользоваться очень аккуратно. Всегда нужно понимать, о каком источнике вы говорите, о каком источнике вы пишете статью. Так, теперь мы можем перейти к вопросам и ответам, но пока я буду и спрашивать, и отвечать. То есть, допустим, вы прониклись рентгеновской астрономией и решили написать статью. Так что делать? Где взять данные? То есть, если с оптикой все более-менее понятно, вы садитесь на поезд, едете до ближайшего телескопа, там как-то добываете данные, едете домой, их обрабатываете и пишете статью, то полететь на рентгеновский телескоп вы не сможете. Но это и не требуется, потому что на самом деле, как ни странно, в рентгеновской астрономии дело обстоит гораздо проще с данными, чем в оптике. Оптических данных накоплено уже очень много, и все их запихнуть в какой-то централизованный архив невозможно. Поэтому очень часто невозможно найти данные, потому что вы не знаете, кто наблюдал тот или иной источник. В рентгеновской астрономии все гораздо лучше, как я сказал, существует единый центральный архив, который называется High Energy Astrophysics Science Archive Research Center, в котором собраны все рентгеновские данные со всех рентгеновских телескопов, которые когда-либо были. Он открыт для всех, вы заходите на этот сайт, заполняете буквально одно поле, вы даете имя вашего источника или координаты, выбираете обсерватории, которые вас интересуют, и нажимаете Submit. Через минуту вы получаете полный список всех рентгеновских наблюдений за всю историю этого участка неба. вы их можете моментально скачать, обработать и написать статью. То есть вы в принципе не должны ни у кого ничего спрашивать, ни у кого ничего просить. В рентгеновской астрономии вы решили написать статью, сели и написали. А что, если данных нет? Вот вы заполнили эту форму, а данных по вашему источнику нет. Их нужно получать. Здесь ситуация примерно такая же, как и в оптической астрономии. Раз в год или два раза в год открывается конкурс на все обсерватории, куда вы подаете трех-четырех страничную пропозу, где описываете вашу научную задачу, которую вы хотите решить. И комиссия решает, чья заявка лучше, и может быть ваши наблюдения будут выполнены. Тогда вы получите данные и опять же напишите статью. А что, если ждать год нельзя? То есть до следующего конкурса еще полгода, а ваш источник пыхнул утром, и вам нужно его срочно отнаблюдать. Для этого есть так называемые наблюдения по решению научного руководителя обсерватории. Опять, у каждой обсерватории есть сайт, где буквально несколько форм нужно заполнить. Вы пишете ваше имя, контактную информацию, заполняете какую-то информацию о вашем источнике. Самое главное это, конечно, научное объяснение, почему вы хотите, чтобы немедленно отнаблюдали ваш источник. Но обычно это тысячи или две тысячи символов, то есть это буквально полстранички текста. Заполняете какие-то характеристики вспышки вашего источника, потому что необходимо посчитать нужную экспозицию для данного наведения. и опять нажимаете кнопочку Submit. Если вы это утром сделаете, то к вечеру уже будет решение научного руководителя и, может быть, вам будут наблюдать ваш источник. Такие формы здесь просто для примера приведены для нескольких обсерваторий. Это обсерватория Newstar, это обсерватория Swift. Для всех для них формы очень похожие и все это работает прекрасно. Так, ну я сказал, что вот утром вспыхнул источник. А откуда вы вообще узнали, что утром вспыхнул источник? То есть, если в оптике вы просто можете глазами увидеть что-то очень яркое, вот вы увидели примерно и туда нужно наводиться, то в рентгене откуда вы вообще узнаете, что что-то там меняется? Для этого нам нужны мониторы всего неба, которые видят все небо постоянно. И такие мониторы есть, и без них жизнь была бы очень сложна, потому что поля зрения у рентгенских телескопов очень узкие. и надеяться, что мы увидим какой-то транзиент, пока просто перенаводимся с одного источника на другой, невозможно. Нам нужны широкоугольные телескопы, которые видят постоянно все небо. Как я сказал, это мониторы всего неба. Этот телескоп All Sky Monitor, монитор всего неба на обслуживании RXTE, он уже не летает. Сейчас летают мониторы всего неба Maxi, он стоит на Международной космической станции. Поскольку она постоянно летает по кругу Земли, то этот монитор может постоянно сканировать все небо. И монитор всего неба BAT на обсерватории SWIFT. В каждый момент времени он видит примерно 10% неба. Поскольку обсерватория постоянно перенаводится, то в день они покрывают все небо несколько раз. То есть для каждого источника на небе, для каждой точки на небе, они в несколько раз в день делают измерения. Все это опять сводится в очень удобную таблицу в интернете. То есть все сделано для нас, для вас. Очень удобно. Сводится все в таблицу, вы находите ваш нужный источник, заходите просто на сайт, находите ваш источник, кликаете на него, и вы видите кривую блеск за всю историю работы этой обсерватории. Синими точками тут показано каждое отдельное измерение, как я сказал, он меряет каждый источник несколько раз в день, вот каждое измерение показано здесь, ошибки здесь большие. А красные точки это измерения, усредненные по одному дню. Вот видно, что вот тут, например, показан транзидентный пульсар, что в основном он не светит, его нету. Но иногда он показывает очень яркие с потоком в несколько краб вспышки. И вот их-то нам и нужно исследовать. Вот когда он пыхнет, нам нужно на него наводить разные телескопы. И чтобы узнать, когда он пыхнул, нам постоянно нужно мониторировать вот этот сайт, например. Ну и закончу я лекцию вот таким слайдом, где приведены все рентгеновские обсерватории, которые есть сейчас. На самом деле это далеко не все рентгеновские обсерватории, примерно, не знаю, половина, наверное. Все бы сюда просто не влезли. И видно, что сейчас на орбите работает наибольшее количество рентгеновских телескопов, которые когда-либо вообще работало. И можно сказать, что мы живем в золотой век рентгеновской астрономии, и в будущем нас ждут еще больше телескопов. Вы уже слышали про российский телескоп спектр рентген-гамма. В Пущино вам рассказывали. Он полетит в следующем году. Будут разрабатывать, полетят через несколько лет телескоп. Такие телескопы, как Икспи, например, это телескоп, который будет мерить поляризацию в рентгеновском диапазоне и так далее. То есть сейчас, если вы хотите заниматься рентгеновской астрономией, то сейчас самое время в нее переключаться. Как находится телескоп спал? Ну, там в что? Как находится спал? Так же, как все остальные, просто перенаводятся. Там стоят гироскопы. То есть он не тяжелый. Он большой, но при этом он не тяжелый. Ничего не нужно такого сильно изобретать. Как я показывал, это легкая миссия. Она относится к разряду малых миссий. То есть его перенавести никаких проблем нет. я не очень понял смысла с вас детектор. Мне кажется, что то же самое можно сделать, если у нас, например, два детектора, и вот один смотрит в одно место, а другой смотрит на способность. В чем такой прям сильный разум? Ну это вы сейчас говорите... Сейчас я покажу. Да, я говорю на... То есть... Ой. То есть вы говорите, что примерно нужно взять вот что-то такое, да? А что такое детектор? Детектор должна быть какая-то оптическая система. То есть вы, понимаете, если вы возьмете просто плоский детектор, поставите его в небо. Какая разница, когда он смотрит? Окей, он будет смотреть в одну сторону, но на него будут падать фотоны с разных направлений, правильно? Вам нужно выбранное направление знать, понимаете, чтобы сделать карту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...